Здравствуйте! В эфире программа «О книжной полке» и ее ведущая Наталья Казанцева. Сегодня Православная Церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского, день его представления. С тех пор прошло уже 624 года, но память о бегумине земли русской не только не иссякается временем, но приумножается с каждым днем. Более того, удивительная жизнь святого многих вдохновила на подвиги во славу Божию и стала образцом для всех поколений православных христиан. А так как житие преподобного Сергия всегда было любимым чтением в русских семьях, оно и сегодня перечитывается и пересказывается разными писателями для читателей всех возрастов. Вот и сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, в которой житие святого написано для наших маленьких читателей. Она вышла в свет в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и называется «Под небом Радонежа». Рассказы о преподобном Сергии для детей. «Под небом Радонежа» «Под небом Радонежа» — это сборник рассказов для детей младшего возраста 5-8 лет, написанных писателем, педагогом и многодетной мамой Элиной Литвяк. В этих небольших рассказах, основанных на древнерусском житии преподобного Сергия Радонежского, перед маленькими читателями постепенно открывается путь жизни великого русского святого. Они знакомятся с событиями родной истории далекого XIV века, подробностями быта наших предков, открывая для себя таинственные глубины подлинной христианской жизни. Читая о жизни и подвигах преподобного Сергия, они учатся с юных лет постигать науку смирения, доброты, милосердия, чего так не хватает нам в нашей современной жизни. Книга предназначена для детей, научившихся читать самостоятельно, а также для совместного семейного чтения. Как отмечает автор, про Игумена Сергия мы говорим преподобный, потому что он сумел стать подобным Богу, похожим на Него, милостивым, кротким, терпеливым. Он и многим своим ученикам помог стать такими. Умирая, отходя ко Христу, он просил их никогда не ссориться, во всем помогать друг другу, прощать обиды, не объедаться, не жадничать, с любовью принимать странников, не хвалиться друг перед другом и не ждать чужой похвалы за добрые дела. Как он стал таким? Об этом можно узнать, открыв житие святого. Вот как автор описывает детство преподобного Сергия. Давным-давно жили в русской земле, недалеко от города Ростова, боярин Кирилл с женой Марии. Вокруг их большого светлого дома шумел лес, населенный лисами, зайцами, волками и кабанами. Во дворе был хлев, где мычали коровы с телятами и конюшня с лошадками. Богато жили Кирилл и Мария, но всегда помнили, что Господь сделал их богатыми, чтобы они позаботились о бедных. Потому они и не хвалились своим богатством, не берегли его для себя, а принимали в своем доме нищих и странников, кормили и укладывали их спать. И было у отца три сына, как в сказке. Старший Стефан — первый помощник, средний — варфоломеи, задумчивый и тихий, младший Петр — ласковый и веселый, Никто, конечно, не знал, что белоголовый малыш варфоломей станет, когда подрастет, великим русским святым. Может быть, только мама догадывалась, что его жизнь будет какой-то необыкновенной. Потому что с самого младенчества с ним происходили удивительные истории. Так однажды, когда Мария еще только носила ребеночка под сердцем, родители были в храме на литургии. Батюшка вышел из алтаря с большим золотым Евангелием в руках, раскрыл его и стал читать. И вдруг Мария услышала, как малыш в ее большом круглом животе громко вскрикнул. Люди в храме стали переглядываться, что это такое, никогда такого не бывало. А он закричал еще и еще, как будто уже родился. Мама сначала очень испугалась, а потом даже обрадовалась, ведь ее сынок по-своему славил Бога. Каждый день Мария молилась Господу и Богородице о сыне. Наконец, подошло время ему родиться. При крещении его назвали Варфоломеем в честь одного из апостолов Христовых. Все в семье радовались, глядя на тихого крошечного малыша. Стефан с нетерпением заглядывал в люльку, когда же братик подрастет, чтобы можно было играть вместе. Скоро домашние стали замечать, что Варфоломей ведет себя не так, как все младенцы. Обычно новорожденный малыш спит целый день и просыпается только для того, чтобы поесть мамино молочко. Во сне он растет, набирается сил, становится старше. И мама старается кушать вкусные, сытные продукты – мясо, молоко, творог. Но если боярыня Мария ела мясо, малыш отказывался от маминого молока. При этом он не плакал и даже не был печальным. Такой крошечный он уже постился, как взрослый. «Ты знаешь, что такое пост?» – обращается автор к маленькому читателю. «Это особенное время Божье. Каждый человек, который любит Христа и хочет всегда быть с Ним, хранит пост. Это значит, он сам по своей доброй воле отказывается ради Христа от вкусной еды, от сладостей, от вразвлечений. И таким образом учится побеждать свои желания, жить не по своей воле, а по воле Божьей, а значит, становится сильнее, добрее, красивее. Так и боярыня Мария с удивлением заметила, что ее маленький сын тоже постится, и она стала кушать только овощи и каши, которые больше нравились малышу. И Варфоломей спокойно и крепко засыпал в своей колыбельке, улыбаясь во сне. Завершая рассказ о младенчестве преподобного Сергия, автор переносит юного читателя на несколько лет вперед, в то время, когда подружшие сыновья Кирилла и Марии приступили к изучению грамоты. Вот мы читаем. В те времена учение считалось делом священным, угодным Богу. Выучиться человек сможет сам читать Святой Евангелие, будет знать, как ему жить во славу Божию, а если еще и петь научится, сможет в храме за литургией прославлять Бога. Кирилл и Мария Бога очень любили и очень хотели, чтобы их дети учились грамоте. А учиться тогда было трудно. У каждой буквы свое имя. А называлось АЗ, Б – Буки. И таких букв с разными именами целых сорок. Как их запомнить сразу? Сперва ученики повторяли их за учителем нараспев – хором. Потом учили слоги и опять распевали их целый день. Потом переходили к словам, вводя по страницам букваря тонкой резной деревянной указкой, чтобы не испачкать книгу. А когда заканчивали букварь, устраивали большой праздник, приносили из дома горшок сладкой каши с медом и угощали всех. Оттого и называли тех, кто учился вместе, однокашниками. Но еще и другая каша была – березовая. Это розги – тонкие прутья березы, которыми стегали лентяев и озорников. Как видишь, неспроста сложили в те времена поговорку «Аз да буки – детям муки». Зато уж как уважали того, кто постиг книжную премудрость. Нарисованные яркими красками буквы были похожи на диковинных зверей и птиц. Никогда не видел маленький Варфоломей таких животных в родном лесу. Может быть, это были райские звери и птицы? Очень ему нравились буквы, да только никак не складывались в слова. Сердился строгий учитель, смеялись над мальчиком ребята. Стефан и Петр уже бойко читали по слогам, а Варфоломей только буквы запомнил. Мальчик часто бывал с родителями и братьями в храме и много помнил наизусть из того, что там читали и пели. А сам прочесть ничего не мог. Он плакал и молился Богу «Господи, помоги мне выучить грамоту, выразуми меня». Уж очень ему хотелось читать и петь для Христа. И с Божьей помощью Варфоломей одолел эту науку, а за ней последовали другие, более сложные, изучая которые, отрок Варфоломей, а затем и игумен Сергий, возрастал от силы к силе и достиг своей духовной высоты, достиг святости. Какие это были науки? Ответ на этот вопрос, юные наши читатели, вы найдете в житии преподобного, которое на страницах этой книги и сложено специально для вас. Как повествует автор, много лет прожил на земле преподобный Сергий. Много добра сделал ради Христа людям. Много у него было учеников-монахов. Зная, что скоро ему предстоит отойти ко Господу, святой игумен собрал своих учеников и преподал им последнее наставление. Он сказал, «Имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную друг к другу». Эти слова, пишет Елена Литвяк, может прочесть каждый, кто внимательно взглянет на икону преподобного, на свиток со старинными буквами в его руке. Может просто прочесть, а может и попробовать исполнить заповедь о любви. Это трудно, но возможно. И Господь по молитвам преподобного Сергия помогает каждому, кто старается. На этом, дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. И поздравляю вас с праздником, Днем памяти преподобного Сергия Радонежского. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok